Восвятая служба информации Талерадоэ компании Гомель, у студы Наталья Игнатенко. Добрый день. Сегодня инициативные группы начали избирать подписы за вылучшение кандидатов на посаду президента Республики Беларусь. Гэта этап передвыборной кампании протягнется до 21-го жнивня уключна. Избирать подписы могут выключна члены инициативной группы, яны мают право на проведение пикетов. У населенных пунктах Гомельской области вызначены места, где пикетование заборонено. Колькасть таких местов обмежавана. У дозволенных местах пикеты могут проводиться с 8 ранницы до 10 вечера. У патрымку кожного потенциального кандидата повинна быть собрана не меньше 100 тысяч подписов. Выборщик мае право поставить подпису по трымку некольких кандидатур. Однако только один раз у патрымку одного и того же претендента. Нагадаем, что у центра выборками зарегистрованы инициативные группы 8 кандидатов. Члены инициативных групп имеют соответствующее удостоверение, имеют подписные листы, имеют номер регистрации, регистрационный номер. И когда они будут общаться с избирателями, они обязаны представиться, предъявить удостоверение и сказать, кого из лиц, предполагаемых на выдвижение кандидатом президента Республики Беларусь, они представляют. И, соответственно, предложить человеку принять решение и поставить свою подпись или не поставить. На Гомешчине з'явилися первые тысячники. Ими стали комбайнеры агрокомбината «Холмич» Речицкого района Василь Коваль и Виталь Ильев. Треба означать, что этот экипаж уже на протягу опошних трех годов, первым в области, досягает такого высокого рубежа. Все ли это для того, чтобы намолотить больше, чем тысячу тонн, комбайнерам потребовалось 7 дней. Ворочистые атмосферы их ушановали керавники комитета по сельской господарции Харчаванне Гомельского Аблова-Канкама и Речицкого райвы-Канкама. На молот первые тысячи тонн – это за все дожаданная подзея, как для комбайнера передовика, так и для всей господарки. Означают и езжа все доднолького, у полевых умовах и вельми худка, зерня не шакая. Это значит, результат. Результат им всегда почетен. Если тысяча первого республики, это приятно. И мне, и директору, и агроному, и инженеру тоже болеют за это. Ну, урожай хороший, я считаю, в этом году по сравнению с прошлым годом немножко ниже, потому что погодные условия повлияли на это. Сильная жара, сказалось. А последнее – дожди, а сейчас настроилась погода, и все, уборка идет хорошо. В складанности селитней уборочной связаны из засуха, якая пошкодила зерня. Однако при усих климатичных тяжкостях становящую ролью отыграла подрыхтовшая праца, проведенная агрономичной службой господарки. Выкористание культиватора дозволило выровнять на кольке махчима поверхность поля. Это поскорило и полегшило процесс уборки, скоротило расход палева. Отрималось от оксама омальцалкам – позбавиться от пустозелья и позбегнуть хвороб зерня. На данный момент мы уже намолотили практически 6 тысяч тонн. Работает у нас 10 комбайнов. Вот сегодня у нас уже есть один тысячник. Ну и потом, я думаю, на концу недели у нас появятся еще тысячники. Это все зависит, мне кажется, от человеческих факторов. Вот тех людей, которые готовят, сеют, убирают. Потому что один же комбайнер не может. Это все в комплексе. Слово подяки, урушение подарунка – невеликий концерт мясового коллектива самодеянности. Свято скончилась охутка. Буга-это еще не перемога, а только перший бой, яких либо робы выиграли у славутой битвы за ураджай. Мы ежедневно убираем примерно до 16, около 18 тысяч гектаров. Задача 18 тысяч гектаров в день убирать. То есть 6% в день мы должны убирать. Этими расчетами мы должны завершить не позднее 5 августа. Руслан Пролесковский, Дмитрий Котов, Йовген Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель», Речицкий район. Меж тем господарки Гомельской области уже убрали треть палетков. Огольный намолот складает 250 тысяч тонн сбожжа. Середняя ураджайность – 24 центнер из гектара. По прошлые дни на двор есть прия и проведение уборочных работ. Так, вчера комбайнеры в области намолотили омаль 47 тысяч тонн. И зараз крыху операджают стемп уборочной минулого года. У Жлобинскими и Речицким районах аграры наблюжаются до экватора. Тут убраны коля 45% палетков. Гэтая районы и у лидерах пана молоту зерня. Максимальный шпакашек пакуль назирается у Рогачевским районе коля 30 тысяч тонн. Компания IBA «Гомель Парк» резидент парка высоких технологий открыла в Гомеле новый будинок. Гэта просторный офис с надейными и безопасными сучасными телекоммуникационными и инженерными системами для комфортной працы и отпочинку супрацовников. На открытии офиса побывала Светлана Князева. Новый будинок одного из центров распроцовок IBA Group разместился побывал офисом компании, которая працует в сфере оказания и послуг уже не один год. Рабочие места тут обстреливаны по опошним словам техники. Есть добро оснащенные переговорные, тренинг-центр, покои от починку, спортивные и фитнес-залы. Гомельский центр у нас самый большой после Минского Республики Беларусь. Поэтому понятно, что мы достаточно большое внимание уделяем развитию их инфраструктуры. Я убежден, что это будет достойное место работы, достойное тем проектам, которые они выполняют для наших заказчиков, как Республики Беларусь, так и для наших зарубежных заказчиков. То, что наши компании стали вкладывать деньги в строительство собственной инфраструктуры, это свидетельствует о зрелости индустрии разработки компьютерных программ и о том доверии, которое имеет и наш отечественный инвестор, и зарубежный инвестор к этому сектору экономики в Республике Беларусь. Зараз шмат супрацовников Гомельского Центра Распрацовок IBA Group складает 350 человек. Новое вытворшее помешкание различное на 200 працовных местах. Для Гомеля это добрая стартовая пляцовка для молодых специалистов, выпускников у тым лику гомельских ВНУ, яких тут чекаются на протягу ближайших двух годов. Процентов 95 наших работников – это выпускники наших гомельских ВУЗов. Им не надо ехать никуда-то за границу, чтобы найти хорошую, высокоплачиваемую, престижную работу. Мы работаем здесь. Поэтому для них это тоже перспектива. Светлана Князева, Игорь Марышенко, телерадо «Компания Гомель». У Гомельским хромадско-культурным центром открылась шестая республиканская универсальная выстава «Кермаш. Летницы. Напад». У першиню она была организована в областном центре в лепени 2010 года. Ей организатором выступило Гомельское отделение Белорусской гандлево-промысловой палаты. Кермаш выкликал великую цикавость у покупников, и с того часу он стал традиционным, что годовым мероприемством. Все лето в выставе «Кермаш и летницы. Напад» принимают у дел больше, как 50 организаций экспонентов с четырех областей нашей краины – Гомельской, Минской, Витебской и Гродинской. Яны представляют модную вопротку и обуток, парфюмеру и косметику, мясные и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские выробы, мед и продукты, чалярство по сниженных ценах и ценах вытворцев. Особливостью все летней выставы «Летницы. Напад» является у делу ее великой колькости ромесников, и ке пропонуть наведывальникам уникальные выробы ручной работы. Нам очень хочется какие-то новшества каждый раз в наших выставках преподносить как экспонентам, так и посетителям. Поэтому в прошлом году, если вы помните, мы провели в рамках этой выставки конкурс «Караоке по Гомельски». В этом году мы пригласили ремесленников. Вообще ремесленники стали нашими хорошими спутниками и участниками. Мы в прошлом году в весне попробовали их привлечь, и они откликнулись в этом году в весне. И спасибо Гомельскому горосполкому они поддержали и в рамках этой выставки нашу идею. И праздник ремесленников развернулся и в рамках этой выставки. У первой лизы чемпионата Беларуси по футболе отбылись матчи чергового тура. Речица 2014 соступила «Городей-01». Химик не смог взять очки угольни со слонимом. Команда со Светлогорска проиграла с ликом 2-3. Гомельжилдар Транс у 14-м тур и примал столичную звязду БДУ. У минулую пятницу гомельская команда провела непростую кубковую гульню с упрадь Бабруйской Белшины. А тому у футболистов было меньше часу на отпочинок, чем у соперника, який свой попередний матч провел 12-го липеня. Тренерский штаб Гомельжилдар Транса зарабил ставку на надзеянную оборону и в острые контратаки. И гэтый план принес плен. На 30-е хвилине меньшане сбили у своей штрафной гульца гомельской команды и арбитр, призначу пенальти, який реализовал Яуген Барсукоу. В раздве хвилины оборона гостей знов дала сбой, яким скорыстався усе той же Барсукоу 2-0. На 53-е хвилине Станислав Нахимов дальним ударом давел первого господара до трех мячоу. Меньшане смогли скоротить лик, однак чы гуношники Амаля Дразу отказали. Кирилл Шрейтер после сольного прохода установил кончатковый лик 4.1 на карысть гомельжелдар Транса. И на гэтым наш выпуск завершенный. Усяго доброго и до новых встреч у эфиры.